Приветствую к тем, кто взглянул ко мне на канал. Не так давно, буквально три дня назад, я снимала видео о продуктовой закупке в гипермаркете Метро. Но по списку мы купили не все, что нам было необходимо, поэтому сегодня мы еще выезжали в гипермаркет ОК. Вторая причина, почему мы поехали именно в гипермаркет ОК, это то, что именинникам, а у мужа у моего день рождения завтра, это, по-моему, за неделю до и неделю после дня рождения дают 20% скидку по специальному коду. Поэтому, конечно же, мы захотели этой привилегией воспользоваться. В общем, если вам интересна тема продуктовых закупок, то, пожалуйста, присоединяйтесь. И я, как всегда, начинаю с напитков слева направо от меня. Пиво немецкое, называется оно Стэнли Купер 0,5, муж сделал попробовать, стоило оно по акции 99 рублей. Ликер Аперотти, ну, это такой Апероль для бедных, 319 рублей. Апельсиновый ликер, обычно на выпечку, да, когда нужно сделать пропитку, ароматизировать крем, я беру как раз вот такие ликеры, недорогие. Затем, винный баррель, шардоне, сухое белое вино, стоило 220 рублей. Оно тоже пойдет у меня полностью на готовку, буду тушить в нем мясо. Поэтому, опять же, на такие цели я предпочитаю брать вот такой базовый, недорогой вариант. Золотая балка, шампанское, полусладкое, по акции обошлось нам в 369 рублей. Про сок, апельсиновый нектар, 1 литр и стоимость акционная 89 рублей. Минеральная водичка Мтаби, я показывала вам в прошлое видео, по-моему, и ранее показывала, и часто ее хвалю. И была очень приятно, удивлена, когда увидела ее в ОКЕ, всего по 39 рублей, поэтому я взяла сразу 5 бутылочек. Правда, я не стала все 5 выставлять на стол, а поставила только одну. Ну и добрый вкус манго маракуйя, полтора литра, с 20% скидкой вышел нам 87 рублей. Так, мясо, рыбу мы не брали, потому что в основном все купили в метро. И взяли мы заморозку, да, давайте я сейчас покажу именно ее. Да, когда я говорила заморозка, я имела в виду такие фастфуды, да, пельменей. Или наггетсов, да, чикон, наггетсы с сыром. Стоили они всего 69 рублей, дочка попросила, да, поэтому я взяла для нее две упаковочки с сыром и хрустящие. Затем, за 149 рублей по акции мы взяли пельмени Цезарь Элит с отборной говядиной. Здесь 700 грамм, скидка была 50%. Также за 149 рублей я приобрела две упаковки пиццы для Таратория, по-моему, вот так. Значит, первая с ветчиной и грибами, а вторая с курицей и ананасами, гавая. Это вот мы сейчас приехали с продуктовой закупки, дома особо кушать нечего, я не успела вчера приготовить. И мы хотим как раз сейчас ее подогреть и скушать. Так, буду я запекать утку на день рождения мужа, вместо нее понадобится брусника. Точнее сказать, не прям с ней буду запекать, а буду делать брусничный соус. И для этого я приобрела вот такие ягоды, замороженные, производство ОК, они обошлись мне в 139 рублей. По весу 300 грамм. Так, а по-моему, заморозка это все, и давайте я это сразу уберу из кадра. Следующие покупки я тоже хочу вам показать и убрать из кадра. Это колбаса, сыр. Ну, в общем, очень многое пойдет для нарезки, что-то пойдет на готовку. И приобретала я их не в гипермаркете ОК, а в моем любимом ларьке вкусноцен на Минской. О нем я уже неоднократно рассказывала. Итак, ну, во-первых, вот такая телячья колбаса. Какая-то новинка у них появилась. То есть, по ценам ничего не знаю, потом в конце скажу общую сумму, сколько мы отдали. Да, отдали прилично. Затем килограмм сосисок молочных. Я взяла. Даже не знаю, чьи, просто сосиски молочные оригинальные. Так, еще была ветчина-дугушка, целая палочка. Ну, у меня уже половину отрезали. В общем, муж ее забрал на работу. Теперь копченая. Половинку палочки сервилата, по-моему, в Валенсии или Барселону. У него как-то такое название, и все время забывают. Половинку сальчичон. Это любимая колбаса моего сына, и я каждый раз ее беру на праздники. Также салями итальянское Чернышова производство. Нравится мне эта колбаса. Как-то раз попадалось не очень. По-моему, деликатесно называется, да. А вот остальное, все, что брала, нравилось. Затем еще одна новинка у них появилась. Такая интересная колбаса называется Жанет. Сейчас вам покажу разрез. Она черная. Черная вот тут кусочки мяса. Я помню, что она где-то 600 рублей килограмм. Я взяла небольшой кусочек, чтобы так сказать, разнообразить нарезку. Но выглядит, конечно, интересно. Поленгвица. Это тоже я беру у них стабильно. Каждый праздник. Это копченое мяско в обсыпке. В этот раз в оплавинку. И еще две вот такие колбаски. Тоже они сказали новинка. Попробуйте. Это сыровяленая курхан. Вроде бы так. Высший сорт. Сейчас вам скажу, с чего она. Говядина высший сорт. Плюс куриное хлеб. Такая темненькая. И еще светлая. Янтарная. Она идет чисто из куриного филе. Затем я взяла сыр. На готовку, на салат. Вот такой кусочек. Я даже не помню его название. Где-то здесь грамм 600-700, как я просила. И еще мне нужен был пармезан. Но они сказали, это не пармезан. Он как-то по-другому называется. Рочестер, что ли. Такой небольшой квадратик. Тоже на готовку. И еще 800 грамм масла сливочного. Я взяла вот такое развесное. Кстати, неплохое масло. Оно идет БЗМЖ. То есть не с растительными маслами. 600 рублей килограмм стоит. В общем, за всю эту покупку, которую я вам сейчас продемонстрировала, я отдала порядка 4 тысяч. Затем рыбка. У меня муж и любитель вот такой рыбки. Он взял себе две упаковочки. Во-первых, Балтийский берег. Это сельдь филе кусочки в майонезном соусе Балье. Тут с огурчиком маринованным. В общем, она, по-моему, обошлась где-то в 100 рублей. Ну, или в 90 с чем-то. И вторая, это Вичи сельдь филе с кожей в рассоле с пряностями. Она обошлась в 79 рублей. И за 299 рублей, чтобы сделать завтра бутербродики, мы взяли форель слабосоленую. Густавсон. Так сказала, нет, 299. 299 за 180 грамм. Затем яйца, клетку яиц. Производство ОК. С1, 30 штук, 167 рублей. Но это с 20% скидкой. Молочные продукты. Ну, во-первых, сметана. Это новая абсолютно для меня. Время му. 20% 315 грамм. 69 рублей. Но это, опять же, с 20% скидкой. 233 рубля. Со скидкой мне вышли сливки для взбивания Белый Город. 33%. За 149... А, нет. 119, по-моему. По-моему, 119 рублей они были по акции. Сливки 20% простоквашина. 350 грамм. Тортик сейчас буду делать. Муравейник, по-моему, да, он называется? Да, муравейник. И для этого мне понадобилась вареная сгущёнка. Алексеевская. По полной цене 176. Со скидкой 146 или 144. За 99 рублей я взяла альметте с томатами по-итальянски. Вот просто по нему соскучились. Давно не брали и очень захотелось. Он как раз шёл по акции. И маскарпоне. Маскарпоне. 250 грамм. Производство ОК. Со скидкой вышел мне в 146 рублей. Прямо. Очень хорошо. Но я брала уже, по-моему, их сыр. Он неплохой. Так далее. Мы взяли сахар. Сахар мы взяли одну упаковочку. Белый кристаллический килограмм. 47 рублей. Полноценный облакон. 54 или 55. И ещё мне понадобился сахар тростниковый. Он обошёлся мне в 220 рублей. А полная цена, по-моему, 269. Это я буду использовать куда-то на десерты. Так. Горох. Алтайская сказка. Молотый. Молотый. Колотый. Колотый горох. 800 грамм. 56 рублей. Две упаковки щебекинских макарон. Это у нас спиральки. 67 рублей. За каждую пачку. Две пачки соли. Это, опять же, производство окей. Соль морская. Насколько я помню, помол должен быть мелким. 500 грамм каждая пачка. По 37 рублей. Теперь кое-что для выпечки. Во-первых, орех грецкий. Здесь 100 грамм. Производство надбере. 104 рубля по акции. Две упаковки кокосовой стружки. Производство окей. Полная цена 56 рублей. Со скидкой. Он мне обошелся. Где-то рублей в 46-47. Каждая упаковка идет 80 грамм. Разрыхлитель. И опять производство окей. Он был по 4 рубля. По 10 грамм. Две упаковки. По 8 рублей. Две упаковки. Доктор Откер. Ванилин интенсив. И еще по 4 рубля. Я взяла ванилин. Кухенвиль. Что касается консервов. Во-первых, я взяла баночку шампиньон. 180 рублей. Это уже с 20% скидкой на салатик. Они мне будут нужны. Затем томатная паста. Ящик астраханских помидор от Green Ray. Объем, точнее, масса 490 грамм. 100 рублей. Обошлась мне эта банка. За 83 рубля. Но это опять же со скидкой хрен столовой дяди Ваня. Горчица. Я не смогу прочитать название. Унидан, наверное. Дижонская. 270 грамм. 60 рублей. Баночка ананасов. Они идут кольцами. В сиропе. Производство Лютик. 149 рублей со скидкой. Затем мне нужен будет сливовый джем. Я его купила. Махеев. Здесь 300 грамм. И обошелся он мне в 100 рублей. Затем чипсы. Чипсы я взяла Stux от Lace. Пикантная паприка. И я специально брала вот такие в баночке. Вообще хотела Принглс. Но Принглс не было. Окей. Да. Так что пришлось этими довольствоваться. В общем, понадобятся они мне для оформления салата. Я буду делать салат подсолнух. Я думаю, многие его знают. Да. То есть, все как бы лепесточки вокруг идут как раз из вот таких чипсов. Надеюсь, они не покрошились. Вот я за это еще переживаю. 199 рублей была полная цена. Со скидкой они обошлись в 160. По-моему, где-то 170. Вот так. Ну, что касается овощей и фруктов. Не знаю, насколько вам это интересно. Но покажу то, что взяла для готовки. Во-первых, килограмм помидор. Затем килограмм огурчиков. По 135, насколько я помню, был килограмм. Такие пупырчатые. Это я брала в овощном ларьке, не в окее. Так, грибы. Грибы были по 145 рублей за килограмм. Я взяла полкирограмм. Шампиньон. Затем морковка. Ну, морковку я как раз взяла в окее. При морковке на 7 рублей. Укроп с петрушкой. Тоже я брала на развес. Ну, и 2 писня. Значит, это все, что касалось овощей и фруктов. Затем хлеб. Я взяла мой любимый бездрожжевой эко-хлеб. На хмелевой закладке. За 47 рублей. Потом... А, дом одинаковый. Такой кукурузный хлеб. Два штучки. Один уже резанный порционно. Но стоят они одинаково. По 56 рублей. Каждая пуханочка не обошлась. И что касалось продуктов, это все. Сейчас покажу вам, что купила не продуктов. Так, ну, во-первых, полотенца бумажные. White Cloud. Здесь два рулончика. Они шли за 69 рублей. Все никак не доедут до фикс-прайса, да, чтобы там затариться такими вещами. Затем сковорода. Ура! У меня новая сковорода. В общем, в Акее была акция. За покупки там дают наклейки. Ну, эта акция встречается довольно часто. Не только в Акее. По-моему, во всех гипермаркетах подобное можно встретить. В общем, 6 наклеек. И она вышла нам в 1300 рублей. Она, кстати, подходит для всех видов плит. В том числе и индукционных. Что для меня очень-очень важно. По диаметру 26 см. Ну, жалко, конечно, что без крышки. Но я потом буду приобретать ее отдельно. Она очень тяжелая. И надеюсь, что качество меня не разочарует. Если понравится, я, наверное, еще одну куплю. Потому что там прям очень много этой посуды завезли. Также, девочки, сегодня была на Вайлберис. Забирала довольно большую покупку. Правда, основная масса там ходовая, косметика, бытовая, химия. Ну, вот то, что не касается бытовой химии. Сейчас вам покажу. За 100 рублей купила стекло на свой Xiaomi телефон. Что у нас есть? Ну, вот оно, само стекло. Салфетка. В общем, полный комплект. Обошлось мне все это в 100 рублей. И сейчас еще покажу кое-что из одежды, что забрала. Одежда, правда, скажу, вся мужская. Во-первых, вот такая толстовка. Я, по-моему, когда-то такую показывала. Я приобретала мужу. Но сыну она тоже приглянулась. И, в общем, я заказала для сына. Это 50 размер. Черный цвет. Чье производство. Я не знаю, насколько хорошо будет видно. Что я сама даже разглядеть не могу. А уже отодрали этот вирпу. Вот, в общем, начосик такой хороший. Она тепленькая. И обошлась она мне в 1080 рублей. Хорошая цена. И я, кстати, подумала взять еще одну. На размер побольше. Чтобы так смотрелось, как оверсайз. Это смотрится на нас прям. Ну, размер в размер. Да. И другого цвета. Потому что там прям очень хороший такой ряд цветовой. Хочешь белое, хочешь красное, хочешь хаки. Если будет интересно, да, пишите. Я дам ссылку. Затем вот такая водолазка. Она стоила 640 рублей. Очень плотненькая, хорошая. И это у меня 52 размер. Например, а производитель Urban Style. Так, ну и еще вот такая куртка. И если честно, девочки, я когда ее заказывала, думала, придет какая-то ерунда. Потому что обошлась она нам всего в 1300 рублей. Ну, наверное, скорее всего придется отправлять назад. Ну, вы знаете, прям очень понравилась. Даже мужу, он мне сейчас муж и сын, фактически носит один размер. Говорит, оставляй, оставляй, мы поносим. Вот так что, да. На удивление она оказалась очень добротной. Я, конечно, думаю, она, скорее всего, расползется. И хватит ее ненадолго. Потому что это, конечно же, не кожа. Производство, кстати, не сказала, да, это твое. Но мне нравится их производство. И они у меня в любимцах в плане раздела. Частенько просматриваю. Сейчас у них неплохие скидки на различные ветровки. Поэтому, да, оставили. Ну, и раз уж пошла такая тема, да, покажу вам покупку, которую сделали мы чуть ранее. Да, ну, тоже из сегмента одежды. Это пальто двубортное. Брала я его для сына. Обошлось оно нам в 4,5 тысячи. Оно, конечно, не утепленное. Было написано, что в том числе и зима. Сейчас покажу, что там внутри. Стандартная такая подкладка. Ну, может, чуть-чуть тут синтепончика есть. Совсем чуть-чуть. Ну, мне кажется, до минус 5 максимум. Смотрится достаточно элегантно. Воротничок, стоечка. Мне понравилось. Поэтому оставили. Итак, это все покупки, которые я хотела вам показать. Всем огромное спасибо, кто был со мной. Всем пока. До новых видео. Ну, а я начинаю свой кулинарный марафон. Буду готовиться к дню рождения мужа. Субтитры сделал DimaTorzok.